Ветеран из Караганды одним из первых побывал в столице Австрии в качестве туриста в годы Великой Отечественной. Австрийскими каникулами советских солдат Кабешбекенов шутку называют несколько дней после освобождения Вены, который военнослужащим дали на отдых. В военной биографии ветеран нанимало других интересных моментов, ведь в службе Родине он отдал в общей сложности почти полвека. Историю одного солдата записала наш корреспондент из Караганды Алияса Сдыкова. В годы Великой Отечественной Кабешбекенов даже не представлял себе, какой будет его старость. Сейчас ему почти 90. Рядом супруга, уютный домик с огородом, жаль только внуки далеко. Полжизни отдал воинской службе, которая, подумать, только началась в 15 лет, когда он, прибавив себе три года, мальчишка сбежал на фронт. Мы тогда были патриотами, мы рвались на фронт. И когда нас сбили, наш самолет, мы когда мы еле-еле приземлялись, половину нас обстреляли и убили уже в воздухе, в момент десантирования. Вот тогда мы прочувствовали, что это война. Два года на передовой Второго Украинского фронта. Серьезное ранение, контузия, награды. Ветеран признается, событий в эти два года было столько, хватит не на одну жизнь. Воспоминания живут в старых альбомах. Вот он, молоденький солдат-десантник, только пришел на фронт. Вот тут он снят во время освобождения Венгрии. Парадный китель из шкафа достается раз в год, в День Победы. Для нас сделали исключение. 32 награды, и боевые, и юбилейные. Самые дорогие, орден Великой Отечественной и медаль, полученная из рук президента. Награда никогда тяжелых не бывает, потому что она достается трудом. Несмотря на почтенный возраст, ветеран помнит все. Кроме боевых будней, были и заслуженные выходные. Во время освобождения Вены, солдаты Марны и Попова дали три дня на знакомство с культурной столицей Европы. Но даже там, глядя на старинные замки и мощенные улочки, десантник мечтал лишь об одном. Как можно скорее вернуться домой. С тех пор так и живет, не расставаясь с родиной надолго. Чтобы у нас было и сохранилось дружбу народов. Люди жили дружно. Нам делить нечего. У нас в Казахстане хватает все. Только работой. Приноси пользу народному хозяйству, народу. И будет нормально. Близятся майские праздники. Для Кабеша Бекеновича это главное событие в году. День Победы за эти годы стал дороже собственного дня рождения. Да и как их можно разделить? Вернулся живым с войны? Считай, родился во второй раз. Альяса Сдыкова, Василий Савкин, Сета Саинов, Караганда.